сегодня мы детально поговорим о значении такого цвета как розовый то есть вы уже опять же помните по и уже выучили о том что один цвет одна характеристика то есть розовый цвет сам по себе сразу предупреждаю это не просто забеленный очень сильно красный цвет вот у меня для примера есть получается красно-белый получается это когда красному цвету добавили 70 процентов белого то есть если вы посмотрите соотношение получается сколько я дальше не буду забелять красный цвет сейчас он розовым не станет розовый цвет он знаете так тут то сочетание когда к нему добавляется небольшая толика синего который как раз и дает вот эту манящесть привлекательность и соблазнительность розовый цвет опять же по характеристике если брать я уберу чтобы не смущал красненький то есть если брать модель розового то это в отдалении находится не что найти как воздушно соблазнительное и манящее которое движется своим путем то есть розовый цвет находится в определенной такой знаете как некоторые дымки то есть розовый цвет данном случае получается является классическим цветом женской сексуальности то есть это то состояние когда мужчина приходит домой то есть и видит женщину которая красиво одета легка получается соблазнительно какой-то мере эротично уходит получается то есть в спальню и мужчина если он адекватно если он здоров он четко понимает что это значит розовый цвет нам дан как и все цвета исключительно для того чтобы мы банально не вымерли как вид существуя на этой планете то есть если красный цвет с точки зрения сексуальных поведения это цвет мужской то есть активных действий то розовый цвет этот цвет соблазна для того чтобы мужчина знал куда ему каком направлении нужно быть активным розовый цвет в этом плане с точки зрения характеристик он здесь и сейчас это цвет кстати который по временному диапазону максимально близки к серому цвету но только если серый цвет это состояние мышления философствования и вопрошения когда человек равнозначно воспринимает как прошлое было я получается и будущее и идет в то направление которым ему необходимо это делать то розовый цвет это знаете как самобытийность здесь и сейчас то есть для розового цвета очень важен получается факт присутствие здесь сейчас в этой точке то есть это знаете как очень красиво где-то у бутусова девочка по городу шагает босиком по скверам и по улице порхать мотыльком то состояние когда получается то есть она идя по улице привлекает к себе большое количество внимания то есть розовый цвет делится розовый цвет вступает по любому взаимодействие и дает как аккумулятор энергию в ответ у розового цвета кстати одна из важных характеристик найти как у него есть высокая степень беспечности то есть розовый цвет это как цветок который распускает свой бутон который излучает свой аромат на который нас начинает стекаться определенный от от пчел получается до людей которые хотят этот цветок сорвать и поставить у себя в дом вазу то есть в этом отношении сейчас розовая женщина она соблазнительно она привлекательна она получается эротично она получается включает на себя внимание и важнейший момент она делится со всеми то есть у розового цвета нет такого понятия как аля только для тебя одного то есть если она привлекательна если она соблазнительно то она эту энергию отдает вовне, получается, независимо от того, кто на это включится. И в этом отношении получается как раз, когда женщина в розовом состоянии, она становится женщиной. Очень прикольно, часто, кстати, сейчас большая пошла мода, мужчина начинает носить розовые всевозможные рубашечки, мужчина начинает носить розовые пиджачки, розовые галстуки и все остальное. То есть я в никаком случае не хочу наезжать, но это, знаете, то состояние мужчины, который начинает превращаться уже в определенного соблазнительного мужчину, на которого женщина начинает слетаться, как на сладкий мед. То есть ему уже не нужно проявлять определенного потенциала активности для того, чтобы самому добиваться женщину. Это как сейчас, модно и красиво так показывают во всевозможных рекламах. Лежит какой-нибудь такой смазливенький, томный, изнеженный, такой полуэротичный, еще какой-нибудь. И получается женщины смотрят, начинают на нее включаться, как в какой-то мере уже сами становятся охотницами. Они, получается, утрачивают способность понимать того, что они являются в какой-то мере, получается, те, которые должны привлечь. Они сами становятся, получается, красными, которые берут то, что им нравится. Какой он а-ля сладенький. Это, знаете, розовый мужчина, это в какой-то мере как смазливенький мальчик, который поступил где-нибудь в педа-университет, в котором, получается, он единственный мужчина на весь поток. И живет где-нибудь в общаге, получается, в женском, вместе со всеми остальными девушками. У него стоит такая большая-большая череда, получается. То есть женщин каждый раз возле его комнаты в ожидании, когда же он примет ее следующий. Грубо, но это так. То есть ему не нужно упираться для того, чтобы, получается, у него был следующий объект для сексуальных взаимоотношений. То есть розовый цвет, поймите, тоже, это цинично, но где-то происходит определенное замещение. Женщины становятся красными, мужчины становятся розовыми. Розовый очень красиво обыгрывается, знаете, во всевозможных мультиках, во всевозможных игрушках, во всевозможных детских, получается, одежках. Сейчас же, если вы пойдете где-нибудь в магазин, попытайтесь купить что-то для девочки, то есть там практически будет 80-90% розовых одежек. Переводя на нормальный язык, это, знаете, ребенок, который взращивается в модели вот такой няшечки. Вкусняшечки, знаете, как розовый кролик, получается, воздушный, которого хочется потискать, хочется помять, хочется, получается, с ней поиграться, хочется, получается, с нее качнуть себе энергию. И если ребенок начинает расти в такой модели, он в какой-то мере на определенном этапе не нарабатывает своего личного опыта. Он становится слишком беспечным с точки зрения как самообеспечения. Он постоянно будет идти на том, чтобы искать теперь следующий объект, который он будет в какой-то мере как соблазнять, получается, делиться энергией, получается, и получать что-то в ответ себе. Очень красиво, если так брать кинематограф, обыграли женщину розового цвета Бертолуччи, ускользающая красота. Рекомендую посмотреть, там очень красиво как раз вот Лив Тайлери сыграла. То есть именно вот такую классическую розовую девочку, которая в 16 лет приехала куда-то там в деревню Виталий, и вокруг которой начали так пчелы, вокруг, получается, цветка слетаться, получается, все самцы. От больного там раком Айрона перед смертью, получается, до молодых, получается, то есть ребят, которые вместе с ней росли раньше и не видели в ней вот этого аромата женщины. Второй, кстати, образ очень красивый, это Аль Пачино. Как раз фильм, аромат, ну, либо запах женщины, он называется по-разному. Точно так же, он слепой, он не видит, но он четко девочку, которой он танцевал танго, считал, он четко стянул с нее вот это розовое состояние. Там, кстати, очень прикольная зарисовка, она как раз ждала голубого мальчика, и Аль Пачино четко сказал, что она будет несчастна. Ей голубой мальчик не подойдет, ей нужен мальчик синий, который сидел рядом с ним. И он в какой-то мере, получается, вот эти вещи, то есть без глаз, то есть четко знал. В этом плане, получается, розовый цвет, его характеристика одна из самых важных, вот то, что я объяснял, это взаимообмен, это соблазн. Это, получается, знаете, как мужчина, который выходит на улицу и уловил определенный тонкий запах духов, по которому, получается, он начинает идти, получается, в поиске той носительницы, которая его излучает. И вот тут наступает очень прикольный момент, вот розовый цвет сейчас очень популярный, его очень много, он тотален. Переведя на нормальный язык, это женщины, которые начинают его носить в большом количестве с криком о том, что они женщины. То есть дикая любовь в современном мире, получается, к розовому цвету, поймите, это, знаете, как компенсация, это замещение того состояния, которое есть изначально и дано каждой женщине. То есть женщина не в обиду, но вам не нужно много розового для того, чтобы показать о том, что вы соблазнительны, что вы эротичны, что вы привлекательны и что мужчина за вами должен, получается, в какой-то мере бегать и добиваться вас. В этом отношении, получается, то есть чем больше на женщине розового, чем больше она компенсирует цветом то состояние, которое есть у нее изначально. Это, знаете, как условно, но как любовь Аксенову. Вы хоть в фуфайку оденьте, хоть в кирзовые сапоги, она страдится, получается, с собой. У нее все равно останется, получается, вот эта определенная привлекательность, эротичность и соблазнительность, в которой, получается, каждый это все рассмотрит. И когда она будет идти, получается, то есть по улице и все на нее будут смотреть и, получается, на нее включаться, она будет делиться со всеми. У нее нет, получается, проблематики, получается, ребята, да, я делюсь, получается, я не сплю, но я, получается, открыто. Вот это и есть очень важнейший момент. То есть в этом плане, получается, вот красивейшая зарисовка была, как-то к нам обратилась женщина, которая открывала свой салон одежды в Париже. И она говорит, мне нужен логотип такой, который, получается, передаст максимально вот эту женскую сексуальность и соблазнительность, именно женскую программу. И прикольно, ей сделали такой цветок, получается, в который дизайнер вложил все розовые цвета, но в эмансипированном варианте. И мы ей четко подбирали, получается, оттенки, те, которые, получается, передадут вот это женское начало. И вот прикольный момент в том, что как раз розового цвета там не должно быть очень много. То есть думайте, если женщина будет идти по улице, она увидит розовый цветок, который приглашает ее в магазин, в котором продается женская одежда, то она, включившись на программу розового цвета, у нее перещелкнет. Елки, я такая женщина, у меня же есть мужчина, у меня есть сегодня вечером красивое белишко, я его одену, получается, у нас сегодня будет романтический вечер. И она поскачет домой, она даже не будет заходить, получается, в этот магазин. А вот как раз именно манипулирует и красиво играет на оттенках розового. То есть когда розовый цвет начинает потихонечку забелять, видите? То есть вот здесь уже, получается, к розовому цвету добавил 30% белого. И белый цвет в такой пропорции, когда его немного, он начинает потихонечку программу розового нивелировать. Вот это и есть тот цвет, когда женщина потихонечку начинает увидать, она утрачивает свою розовость. Если я не ошибаюсь, как раз именно вот компания Mary Kay, которая занимается косметикой, всякими такими вещами, она не взяла себе розовый логотип. Она взяла себе розово-белый. Вот где-то подобное и объяснялось, если помните, на желтом. Что желтый, как раз забеленный, используют для афиши. То есть условно говоря, придя на какой-то концерт, то есть пробыв на нем, то есть белый цвет говорит, а когда следующий концерт? Покупай билеты. Точно так же здесь. А когда меня заметят о том, что я соблазнительна, что я женщина. И по большому счету вот в такой модели как раз и запускается главный манипулятивный фактор, когда женщина покупает косметику, покупает нижнее белье, покупает тени, всякие-всякие-всякие такие вещи, для того, чтобы вернуть то, что в какой-то мере начинает утрачиваться. Здесь включается определенная такая гонка, скажем так, с оврением для того, чтобы это не утратить. А вот как-то наоборот, когда получается к розовому цвету, не так, точнее к белому цвету добавить немножко розового, так называемого пастельного. Кто-то получается в вопросах уже не первый раз спрашивает, как раз розовый и пастельный вариант. Вот здесь получается белый цвет, которому добавлено 30% розового. А вот здесь такого конфликта нет. Здесь женщина, которая занимается движением, карьерой, развитием, куда-то идет, бежит, но она знает, что она женщина, она это не забыла. Это как раз и есть вот такой образ классический у розовых воротничков. В свое время получается в японском, европейском, американском менеджменте была такая категория. Девочек, которые занимаются, стенографистки какие-то, получается, то есть администраторы, где-то секретари, все остальное. То есть они приходя на работу, они занимаются работой, но вечером их ждет встреча, их ждет, получается, мужчина, который куда-то ее поведет, где-то в кинотеатр, либо в кафе, либо в ресторан. И получается, то есть начнется нормальная, получается, то есть открытая розовая модель коммуникации. Здесь розовость не утрачивается, она откладывается на потом и она четко помнит о том, что она к ней еще вернется. Если вы возьмете, например, с точки зрения, к розовому добавите черного цвета, как вот здесь, 30% черного, то здесь уже розовая женщина начинает искать партнера, как недостающий пазл. То есть розовый цвет, это уже, знаете, как отдельный цвет с позиции коммуникации. Когда к розовому цвету начинает добавляться другой цвет, как вот здесь, например, черный, 30%, как вот здесь добавляется серого, 30%. Это то состояние, когда, получается, то есть розовая ищет партнера вот такого цвета. Здесь розовая ищет себе братка, драматизатора, трагичного, печального. То есть она четко уже, как розовая, направлена исключительно на черного мужчину. А вот здесь женщина розовая ищет себе партнера, который серый цвет, который является носителем серой программы, который оценит в ней не только ее розовость, но и оценит в ней ее, получается, то есть мышление, ее философствование, ее умение вопрошать, ее толерантность, ее равнозначность, умение понимать процессы, ставить их под вопрос. То есть это очень красивое сочетание, потому что сейчас очень большая вот эта мода пошла на все возможные не чисто розовый, а вот именно такие оттенки, то есть от розового в сочетании с серым, либо розовое в сочетании с черным. И это женщины как раз, которые начинают потихонечку искать того, кто их поймет, кроме того, чтобы, получается, видел в ней только обыкновенную няшечку. Красивейший образ где-то подобного типа, вот сочетание розового и серого, есть такой фильм «Похищенный рай» про Абеляра. И там как раз очень красивая зарисовка о философе Абеляре, который, получается, во Франции и в Париже, по-моему, был. И он как раз, получается, встретил женщину, которая розовая и которая, получается, еще при этом серая, вопрошающая. То есть он включился именно на нее, получается, розовость только из-за того, что она начинала задавать ему те вопросы, на которые он сам искал ответы. Очень красивый фильм, получается, с точки зрения, как зарисовки. Если мы возьмем, вот к розовенькому добавим, получается, зеленого цвета, 30%, заметьте, насколько розовый уже не заметен, розовый паблек. Помните, зеленый цвет, зеленый отвечает как раз у нас за программу стабильности, надежности, регулярности, получается, логики, расчета, просчета, получается, таких вещей. То есть, по большому счету, это состояние, в котором женщина должна быть сексуальной, привлекательной, соблазнительной регулярно. Ровно по средам и по пятницам, с 7 до 8 часов вечера. То есть уже не сексуально, понимаете, о чем идет речь. То есть, по большому счету, женщина, которая становится чрезмерно расчетливой, логической, получается, и рациональной, с точки зрения, как доминирующего принятия решения. То есть, она утрачивает свою вот эту спонтанность. Здесь два цвета, которые друг с другом не сходятся. Зеленый пытается все держать под контролем, а розовый, в какой-то мере, пытается быть в потоке. То есть, это все-таки состояние, получается, мимолетности здесь и сейчас по факту. Поэтому тут четко, получается, зеленый цвет будет гасить. Это, условно говоря, как стоять, мыть посудку. Подожди немножко, получается, чуть позже, минут через 20, я детей уложу спать и приду. Но уже, получается, как бы момент где-то и упущен. Если вы возьмете и переведете на розовый плюс красный, вот здесь к розовому цвету добавлен уже красный цвет. 30%. И это то состояние, когда, получается, розовый цвет уже не настолько наивный, он становится атакующим. Это, знаете, современная женщина где-то в модели эмансипе. То есть, она розовая, но она уже сама становится немножко красной. То есть, если не придет тот, кто включится и будет за ней бегать, то она готова сама включаться и добиваться того, кого ей захочется. То есть, это, знаете, немножко покрутит хвостом. Если мужчина, получается, на это не среагирует, то она проявит более активную модель поведения для того, чтобы этого добиться. С точки зрения поверхности, розовый цвет очень любит перламутровость и жемчужность. То есть, одна из самых дорогих и редких жемчужин, это как раз розовая. То есть, и в этом отношении как раз именно жемчужность розовому цвету даст соблазнительность. Это своего рода, знаете, как игра на раздевание. Когда вы знаете, что в итоге кто-то по-любому разденется и по-любому, получается, чем это все закончится. Но это очень, получается, то есть, красиво можно обыграть. И в этом плане, получается, как раз вот это сочетание перламутровости, как контакта, диалога, взаимообмена, погружения на определенный уровень коммуникации, получается, который не обязывает идти дальше. То есть, с розовым будет работать очень круто. Если уже розовый, например, мы начнем там какой-то мере где-то полировать и делать его, получается, очень блестящим отражающим, то это уже, получается, в какой-то мере, ну, как современные девочки, которые выставляют где-нибудь фотографии свои полураздетые. То есть, в какой-то мере оно соблазнительно эротично, но от этого вы уже не получаете взаимообмена. С вас в какой-то мере энергию стягивает, но, получается, вам ответ ничего уже не дает. Поэтому, то есть, вот эти моменты, получается, розовый цвет, вот эту блестящесть любить не будет. И там тоже есть определенные такие красивые психоаналитические моменты, которые непосредственно при обучении феноменальной психологии цвета я объясняю. Вот такие главные вещи. Розовый цвет, такая характеристика, такая информация. И дальше уже нужно смотреть на то, какие оттенки, какие поверхности, где он с чем сочетается и все остальное. Всем пока и до связи.